Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы посвятить видео, как соединить две трубы, разные две трубы полипропилен, вот например, шитые на водоснабжении и трубу ПНД. Видите, какая хорошая толстостенная трубочка прекрасно варится, кстати говоря. Потому что случаи бывают разные, как бы выведут трубу в середине котельной и люди голову ломают что с ней делать бы? Ну как бы есть вариант. Значит, как соединить две разных трубы стяжки, чтобы это потом все закрыть и замуровать. Для этого мы берем уголок смотрим на него, крепко думаем и выкидываем. И берем вот такую вот замечательную вещь, латунный уголок. Замуровал я их, ребята, не один килограмм. Так что могу сказать, что пока все нормально. Итак, что мы делаем? И чего он состоит? Ну, собственно, зажимное кольцо, вот это с резьбой цанговое кольцо, смотрите, не перепутайте. Видите, тут это, насечки в эту сторону туда. Вот, уплотнительная резинка, ну и вот эта вот штучка, она там держит это кольцо, держит резинку, чтобы она никуда не выпрыгнула. Самое главное, не перепутайте с кольцом. Вот, все я делаю. Пока его положим, покладем в сторону, вот так, чтобы его видно было, и займемся сначала трубой ПНД. Ну, как видите, сейчас не знаю, с какой стороны, а вот с этой стороны она у меня побольше завалена. Что я делаю, чтобы это, ее отцентровать? Ну, как бы, не мудрствуя лукаво, вот видите, у меня есть такой ключ на 32-30, 30-32, короче, вставляю тридцатку вот сюда в трубу, прямо с усилием, и центрую. Центрую. Неудобно, конечно, на телефон это все. Снимаешь, делаешь, телефон бы не разбить, блин. Вот. Отцентровали трубу. Ну, мы ее перед посадкой потом еще отцентруем. Теперь надо снять фасочку. Ну, фаску буду снимать вот наждачной бумажей, в принципе, непринципиально, лишь бы резинку не забрала. Фаска снимательная на бегке. Здесь еще, кажется, под руку попало. Можно ножом, чем угодно. Она больше, блин, отполировалась, чем фаска снилась. Снял, значит, я фасочку, такая с фасочкой прям красота. Пойду на завод поработать фаско-снимателем. Так, это готовили по НД. Теперь что делаем? Теперь готовим наш полипропиленовый стык так же. Можно напильником вообще непринципиально. Лишь бы убрать эту фаску, чтобы она резинку не выдавила. Дочистили. Дочистили. Немножко кривой стык. Да и бог с ним будет, господи. Паять что ли? Что теперь беру? Беру так вот их прям ослабляю, по самой помидорке. Беру смазку вон силиконовую обычную. Раз, вот так вот на палец. Сейчас, 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 сейчас. Где-то смазка тут была. О, вот так. И туда смазываю резиночку. Даже можно фитинги смазать. Вот так вот попробуйте на зацепы. Вот так вот, чтобы она прям цеплялась. Значит, кольцо правильно стоит. Вторую смажем сейчас. Смазали. Так. Полипропиленовая труба у нас заходит, значит, в эту трубу. Ой, полипропиленовая пендешная. Вот так вот, видите, поставим отметочку. Полипропилен тоже поставим отметочку, чтобы нам не напороться, как бы. Теперь берем, смазываем полипропиленовую трубу. Так вот прям раз, 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 так вот. Хоп. Берем. И вот у нас отметочка. И вставляем его прям вообще как это. Влетело на ура. Смажем эту трубу пендешную. Такую трубу в каждом хлебном магазине не купишь. Вот у нас отметочка. Она у меня отцентрована уже. Я ключиком отцентровал. Видите, как входит? И так же вставляю. Вот отметка. А вот она была. Смотрим, что у меня не получилось. Смотрю. Смотрю, что не получилось. Смотрю, что не получилось. Практически все получилось. Вот видите, вот этими острыми уголочками она должна быть внутрь трубы. Вот так вот. А вся проблема, что труба завалена, и она не залезла. Поэтому сейчас буду ее дальше обцентровать. Вот ключиком я ее чуть подальше беру, центрую, чтобы она приняла соответствующее сечение кругу. Все, отцентровала. Вот, практически идеальный круг. Так, ну давайте еще раз мазюкнем. Попытка номер два будет. Попытка номер два. Так, оттер. Видите, как бывает, с первого раза никогда ничего не получается. Отметочку давайте поставлю. Покуда она должна залезть. И рискуем. Получится, не получится. О, ел. Как бабушкину, блин. Так, и еще один нам лайфхак. Лайфхак. Пф, блядь. Совет в помощь. Короче, смотрите, ребят, что я сейчас сделаю. Чтобы спать спокойно в течение долгих лет и знать, что с ней все хорошо под бетоном. Я сейчас, ох, я сейчас. Так. Снял чуть-чуть гаечки. Что я делаю? Беру вот этот вот шлак под названием фиксатор резьбы и наношу на резьбу. О. О. И кидайте меня тухлыми помидорами. Но хуже, ребятушки, от этого не станет. Затягиваем всей конструкцией на мертвяк трубными ключами. Заворачиваем. Смазывать можно литолом, солидолом. Заворачиваем полиэтиленом. И муруем. И спим спокойно. Вот такая вот, как говорится, совет да любовь. Как бы использовал много раз. Все нормально стоит, все держится. Пластик не использую на переходах. Вот эти вот хери лопаются, блядь, от руки на полипропиленовых трубах. Потому что полипропилен нет такой эластичной, как ПНД. Поэтому только латунь рулит. Ладно, ребята, всем удачи, всем пока.